Всем привет! Я пришла с работы. Мы с мамой перебрали верхнюю одежду. С летней на осеннюю. Я чуть подумала, что мне на завтра-завтра-завтра-пать нечего. Сделаю из лепешки писадилия. Ну, такой... Не знаю даже, как это назвать. В общем, название боксами главное сделать. Погнали! Итак, я взяла две лепешки мексиканские, свежий огурец, один большой такой пух. Это голень копченой индейки, майонез и сыр уже натертый. Ну, тут его немного, не знаю, грамм в сто, наверное. Погнали! Мой огурец нарежем тоненькой солнышкой. Кто хочет, просто натрите на терочке. Кто не умеет, то они, кто не крест. Кто не умеет, то они, если вы хотите, чтобы неUNDать картофель, индейку тоже нарежем пластинки и потом эти тоники пластинки и так мы подготовили все наши ингредиенты копченая индейка тонкой соломкой нарезанную огурцы соломочкой ну сыр на терке оливковый майонез слободан теперь мы лепешку назовем это произведение кисадили по русски лепешку мы сейчас нанесем майонез и по всей поверхности распределим кто любит кетчуп можно кетчуп и вообще можно майонез с кетчупом наверное будет красиво и вкусно я майонез особо не ем но сюда мне кажется он замечательно подойдет и на разогретую сковородку без масла мы положим наш лепешку кисадилия смотрите с одной стороны она более такая поджаристая с другой стороны белая так вот мы на эту сторону на на более белый наносим майонез потому что эта сторона у нас жарится будет так сковородку меня подогрелась без масла масла здесь нету кладем наши кисадилия мексиканскую буду чему по русски делать сырка по всей лепешке далее насыпаем огурчик распределяем по всей лепешке не забудьте предварительно помыть руки кавицы дела индейку это второй наш кусочек опять кладем на более поджаристую сторону смазываем так же майонезиком засыпаем поверх сыра и кладем наш лепешечку немножко надолго как та часть которая на сковородке лежит подпечутся мы перевернем я только что лопаточка перевернула это очень делается просто просто под лепешку поддевайте здесь рукой придерживайте и вот так вот вместе переворачиваться ничего сложного совершенно даю вам слово все сейчас тоже сыр расплавится с той стороны выложим на тарелку и немножко подстынет порежем и завтрак готов мне на утро завтра лепешка готова придерживая и перекладываем на тарелку наши кисадилия по-русски готова завтра я ее утром порежу и пожелаю вам и себе приятного аппетита а пока спокойной ночи итак друзья доброе утро время 731 вчера я делала кисадилию поздно вечером уже перед сном вот сегодня я буду ее завтракать налила себе кофе с молоком ну что всем приятного аппетита делайте готовьте не бойтесь с вами была я ваша баба атас заходите на мой канал ставьте лайки и подписывайтесь буду очень рада спасибо за просмотр! Продолжение следует...